Всем привет! В этом ролике мне хотелось бы познакомить вас с консолью Bandai Wonderswan, рассказать про разные модели, их особенности и показать коллекцию игр, которую мне на данный момент удалось собрать. А перед тем, как мы начнем, у меня к вам большая просьба. С марта вся моя деятельность на YouTube держится только на вашей поддержке на сервисах Boosty и Patreon. Какие-то сайт-проекты вроде работы на фестивалях и реклама в роликах сейчас появляются очень эпизодически, и иногда месяцами может просто висеть мертвым грузом. Монетизации на YouTube в России сейчас нет вообще, а поддержка с каждым месяцем все падает и падает, что, конечно же, неудивительно. В марте у меня было около 900 платных подписчиков на моей странице на Boosty, сейчас из них осталось примерно 640. И каждый месяц это число продолжает падать. И особенно резко оно падает, когда наше правительство придумывает какой-нибудь очередной гениальный ход вроде мобилизации. Если у вас есть желание и, что важнее, возможность поддержать то, что я делаю, помочь в покупке реквизита или в оплате аренды студии на следующие полгода, переходите по ссылке в описании на Boosty или, если вы находитесь за рубежом, на Patreon и оформляйте подписку на удобную сумму. Даже самые небольшие суммы, когда они ежемесячные и когда вас много, помогают мне продолжать заниматься тем, что я люблю и делать ролики, которые вам нравятся смотреть. Спасибо вам и мирного неба над головой! Многие из вас наверняка слышали, что Wonderswan — это детище Ганпея Йокои, знаменитого сотрудника компании Nintendo, который придумал D-Pad, отвечал за разработку Game Boy'а и за многие другие продукты компании. Существует известная байка о том, как Йокои не выдержал краха своего очередного продукта Virtual Boy и ушел из Nintendo. Честно говоря, в этой истории хотелось бы разобраться по подробнее и узнать истинные причины ухода такой важной персоны из такой большой компании. Но, тем не менее, ушел он не просто куда-то там на пенсию или в другую индустрию, что не вызывало бы вопросов. Йокои же не просто покинул Nintendo, он забрал с собой несколько подчиненных и основал собственную компанию Kota, которая плотно сотрудничала с Бандай, которым они помогали создавать Тамагочи, а затем и собственную игровую консоль — Wonderswan. Все-таки есть ощущение, что Йокои не сдался, а решил воспользоваться ситуацией и попробовать себя отдельно от Nintendo. Но жизнь расставила все собственным, печальным образом. В продажу Wonderswan вышла в марте 1999 года, в то время как Йокои погиб в автокатастрофе в октябре 1997 года, не дожив до релиза своей новой консоли ровно полтора года, с точностью до единого дня. Вот такая вот небольшая предыстория грустная, но довольно интересная. Начнем мы знакомство, конечно же, с консолей, которых у меня в коллекции накопилось аж пять штук. Итак, начнем мы с самой первой черно-белой модели Wonderswan. Эта консоль вышла в 1999 году, и у меня их аж три штуки. Две из них одинакового цвета. Дело в том, что вот эту самую первую в моей коллекции мне подарил мой друг Сережа, за что ему огромное спасибо. Потом у меня появилась чуть в лучшем состоянии, такого же цвета. И еще вот такая вот прозрачная, зелененькая. Сзади она, кстати, другого цвета. Как вы, наверное, заметили, у Wonderswan довольно интересное расположение кнопок. Дело в том, что авторы консоли задумали то, что в консоль можно будет играть как горизонтально, так и вертикально, вот таким вот образом. Здесь есть даже пометки на этих кнопках, но как раз на прозрачном корпусе их не очень хорошо видно. Давайте покажу на этом. Здесь кнопки B и A, привычные по нинтендовскому геймбою, и две крестовины, которые помечены обозначениями X и Y. Соответственно, когда вы берете консоль таким образом, у вас столько же кнопок, даже на две здесь больше. Когда берете так вот, это работает как крестовина. И действительно многие игры устроены так, что прямо во время игры вам может понадобиться перевернуть консоль и дальше продолжать играть вот таким образом. Потом снова перевернуть консоль. Это совершенно разные игры. Это могут быть и платформеры всякие, 2D экшены, и игры других жанров. И есть даже одна игра, в которую нужно играть вот так вот диагонально. Я сегодня вам покажу коробочку с этой игрой. Она у меня в коллекции есть. Что еще у нас здесь интересного? Кнопка старт, кнопка регулировки звука. Здесь колесо контрастности экрана. Здесь находится кнопка включения и выключения консоли, точнее тумблер, если говорить правильно. Вот в этой части консоли можно присоединить ремешок или брелок. И здесь вот порт для различных аксессуаров, расширений и прочего. Питается консоль всего лишь от одной 2А батарейки. И хватает ее где-то на 10 часов обычной батарейки. Причем самые живучие, по словам тех, кто пользовался консолью в момент актуальности, самых живучих дорогих батареек могло хватить и на 40 часов. Я проверял только на аккумуляторах. Как правило, они выдыхаются быстрее. Да и у меня они, конечно, уже подсевшие. Много лет ими пользуюсь. И у меня хватало на часа 3 точно. Но вот насколько целиком хватит одного заряженного аккумулятора, даже сложно сказать, потому что такое долгое время я в Wanderth1 еще не играл. Кстати, за счет вот такого выпуклого отсека для батарейки консоли, возможно, вы уже заметили, они лежат как бы экраном от смотрящего, когда вы кладете. На мой взгляд, это довольно странно выглядит. Ну, ладно, такой дизайн. Пока давайте отложим консоль в сторону и посмотрим, как выглядела стандартная коробка с игрой для Wanderth1. Это такой картонный бокс. Это игра Megaman and Bass, которую Bandai лицензировала у Capcom и сделала сама, но пока не про игры. Внутри вот такой вот пластиковый, пластиковый держатель, бумажки, такой вот мануальчик маленький, цветной в данном случае. И внутри всегда кейс с игрой, который я уже опустошил, готовясь к этому выпуску. Но вот так это выглядит. Вот таким образом из кейса достается игра. Вот так вот контактами наружу. Логотип Bandai. Темный такой полупрозрачный пластик. Вставляем игру обложкой наружу и можно запускать консоль. Отрегулируем контрастность. Она, конечно, сейчас наоборот идеально выставлена, потому что я играл перед съемками. Но хотя бы вы увидите экран получше. Вообще изображение на черно-белых Wanderth1, я проверил на всех трех, оно немного такое мутное, немного размытое, заблюренное чуть-чуть, если можно так сказать. Мерцание, конечно, вот этого нет. Это из-за несовпадения частоты экрана с параметрами камеры. Но у этих старых консолек частенько были такие частоты, что на камере даже хрен подберешь. У того же самого Game Boy Advance, когда я делал консолайзер, я вдруг узнал, что у него там частота какая-то 57 и сколько-то десятых и сотых герц, если я не ошибаюсь. Но что-то такое. Ну, в общем, что-то совершенно неровное. Не пал, не NTSC, не пойми что. Ну, в общем, примерно вот так выглядит и звучит черно-белый Bandai Wanderth1. Играю, как обычно, через мониторчик камеры. Ничего не вижу, страдаю. Но зато показываю вам во всей красе. И не могу перепрыгнуть через шипы. Как вы могли заметить, внизу есть вот такая строка состояния, которая отображает определенные пиктограммы. Сейчас у нас, к сожалению, горит только одна. Это значит, что консоль включена. Ничего интересного мы здесь не видим. Но когда включаем, появляются и другие. Можно увидеть уровень звука. Кстати, звук регулируется вот таким образом, имеет 4 уровня. Самый большой, средний... А, нет, здесь 3 уровня. Наверное, в следующей версии их 4. Самый большой, самый низкий и выключен. 3 уровня. Что там еще у нас было? Это чтение картриджа, загрузка. И здесь был человечек. На секундочку появлялся. Человечек означает ориентацию экрана, в который вам сейчас стоит играть. То есть, где у человечка ноги, там низкий. Где у человечка голова, там вверх. Консоли. Если он повернут на 90 градусов, соответственно, вам консоль надо взять вот таким образом. Между прочим, экран Вандерсвон уделывал геймбоевский по многим параметрам. И мне это очень нравится. Потому что здесь более высокое разрешение. Прям заметно более высокое. Здесь 8 оттенков серого против 4 оттенков серого, которые были у оригинального черно-белого геймбоя. Правда, подсветки нет ни тут, ни там. И это здесь под осветителями еще можно что-то рассмотреть. А в обычных условиях такие же муки, как и с геймбоем. Но вот за счет большого экрана и большего числа оттенков, это вот прям такой, если хотите, ультимативный геймбой черно-белый, на котором можно было сделать более крутые игры и разместить гораздо больше всего на экране, что для различных жанров, конечно, давало свои плюсы. Даже для каких-нибудь JRPG, вроде Final Fantasy, это добавляло сильно красоты, юзабельности. Больше менюшек помещалось, больше текста и так далее. Но, пожалуй, с черно-белым геймбоем Вандерсвоном пока все. Теперь давайте поговорим про Вандерсвон Color. Эта консоль вышла на следующий год, в 2000-м. Я думаю, она была запланирована сразу, как только вышел черно-белый. Тем более Gunpei Yukoi наверняка планировал наперед и знал, что компания будет делать дальше в случае хоть какого-то успеха. И у меня здесь две консоли, двух разных цветов, и даже коробочка присутствует. То есть у меня полный комплект вот этого, даже сложно назвать, цвет, сейчас я фокус поднаведу, этого Вандерсвона. Ну, это такой хороший, такой серый, немного синевой даже. Сзади он тоже прозрачный, как зеленый Вандерсвон, черно-белый. И оранжевый. Две вот таких вот прекрасных консоли в интересных цветах. Не сразу бросается в глаза, но у Color немного другой дизайн корпуса. Вот в левой части консоли у черно-белого там такая вот выемка, он становится тоньше по вертикали. А черно-белый вот здесь вот обратно, обратно вырастает и становится вровень с правой частью. Ну, примерно, плюс-минус. Плюс из отличий, ну, помимо надписи, появившейся в Вандерсвон Color, на мой взгляд, сразу бросается в глаза то, что здесь появились надписи на каждой кнопочке. То есть здесь мы уже не запутаемся, где у нас что, Б, А, X1234, вот так по кругу они, 1234, именуются. Из других отличий. Кнопка Power — это теперь не тумблер, а кнопка непосредственная. Она здесь находится рядом с кнопкой Start, что, на мой взгляд, было преступлением так делать, потому что, ну, если вы захотите нажать Start и промахнетесь, вы просто выключите консоль. Это ужасно, так делать нельзя. Здесь освободилось место, и колесо контраста теперь в этом месте. Раньше оно было здесь. Плюс появилось... Давайте вставим сразу батарейку. Вставим батарейку. Консоль также питается от одной батарейки пальчиковой. Точно так же она вставляется. И вот здесь появился такой вот переключатель-тумблер-задвижка для того, чтобы заблокировать отсоединение батарейки. Вот это они продумали, а случайное нажатие кнопки Power они не продумали. Коробки с играми. У нас теперь большего размера. Для Wanderswain Color они больше по высоте, по ширине такие же. Вот такая вот разница. В остальном, в остальном все абсолютно то же самое. Внутри то же самое. Такой же примерно комплект. Мануал, бумажки, картридж в таком же кейсе. И картридж абсолютно такой же. По форме я имею в виду. Для начала давайте вставим игру для черно-белого Wanderswain. Wanderswain Color. И включим его. Кажется, контакта нет. А, нет, контакт есть. Тогда контраст. Да, это контраст и плюс угол поворота. Сейчас я настроюсь. Что-то как-то с Wanderswain сложнее оказалось поймать угол на съемках. Вот тут уже лезет осветитель. Вот здесь вот ловится изображение, а вот здесь уже нет. Даже интересно, почему так. Ну ладно, я взял другой Wanderswain. Думал, что у того, может быть, экранчик подустал или что-то случилось. Но нет, такая же ситуация. В общем, как вы видите, черно-белые игры, в отличие от Game Boy Color, Wanderswain Color не раскрашивает. Они также остаются черно-белыми. Но, тем не менее, несмотря на то, что на съемках мне тяжелее поймать угол, хочу сказать, что экран здесь лучше. Он уже так не мылит изображение. И оно смотрится гораздо четче. И играть на нем даже в черно-белые игры гораздо приятнее. Как-то прям вот значительно, я бы сказал. А теперь давайте взглянем на цветную игру. Вот так выглядит Mr. Driller. Отличная, кстати, серия игр. Всегда играю, когда удается, попадается на какой-нибудь платформе. На Nintendo DS в свое время много играл. Ну, в общем, вот таким вот образом выглядят цветные игры. Тут как раз много цветов. Удобно показывать на этой игре. Подсветки снова нет. Звук чуть-чуть, на мой взгляд, потише. И не знаю, заметили вы или нет, но здесь на цветной версии Wonderswan вряд ли вы, наверное, заметили. Потому что мне вообще как-то тяжело оказалось показывать цветную версию. А панелька вот эта вот с пиктограммами, она находится не снизу, а справа. Она стала поменьше, поаккуратнее и находится справа. За счет этого, между прочим, экранчик другой формы у цветной версии. Давайте. Посмотрим на них вместе. За счет этого у цветной версии экран более вытянут по горизонтали и менее вытянут по вертикали. Потому что здесь менюшка была снизу, здесь она с правой стороны. То есть они просто изменили форму экрана из-за вот этой вот обычной менюшки, отображающейся во время игры во все игры. Не знаю, зачем был такой ход предпринят, но они это сделали. Давайте проверим регулировку звука. Не обманул ли я вас? Сколько здесь уровней? Раз, два. Выключено. Максимальный, средний, минимальный и выключено. Да, здесь четыре уровня звука уже. Но динамик такой же хреновый на самом деле, как и в первой версии. Цветные игры, как я уже сказал, картриджи с играми для Wonders One Color никак не отличаются по форме от картриджей. О, кстати, другой цвет картриджа. Я как-то не обратил внимания. Этот просто прозрачный, а не темный. Картриджи по форме никак не отличаются от черно-белых. Их можно вставить в первую версию. Здесь у меня нет батарейки. Поэтому сейчас я возьму тот самый зелененький. Здесь у меня батарейка стоит. И если вы включите первую модель Wonders One, с игрой от Color появится какая-нибудь заглушка с сообщением о том, что он для Color. Но, ребята, были еще и игры, предназначенные сразу для обеих версий. У меня есть в коллекции одна такая. Здесь, как вы видите, написано и Wonders One Color, и Wonders One. Это такая же коробка увеличенного размера, как для Color. Сбоку, даже в магазине увидите, подумайте, что игра для Color. И все. Пока не возьмете игру в руки, и не увидите здесь вот такую сноску, что подходит и для обычного Wonders One, даже не узнаете, что она запускается и на том, и на этом. Чуть позже. Про это чуть позже. Так. И где у меня эта игра? Где у меня эти гандамы? Вот она. Вот она. И, соответственно, игра продавалась, когда в ходу уже были цветные версии Wonders One. И вот вы видите, что игра цветная. Мы там до какого-то вменяемого геймплея мы здесь не доберемся, но вот разве что вот здесь можем посмотреть на персонажей. Они будут разговаривать, перемещаться, но я долго пролистывал диалоги и так и не добрался до геймплея. Но, тем не менее, как выглядит игра, понятно. Здесь. И вот мы вставляем эту же игру. Wonders One. Черно-белый. И вот она запускается прекрасно. Сейчас мы увидим те же самые картинки в черно-белом виде. Давайте я сейчас скипну это место. Хотя на вот эти моменты, возможно, вам тоже будет интересно посмотреть в черно-белом варианте. Ну и вот эта сцена, где стоят ребятки и общаются. В общем, прикольно. И такая же фича, кстати, между прочим, была и у некоторых игр для Game Boy Color. Они тоже были совместимы с черно-белым Game Boy. Правда, у Color была физическая защита. И такие картриджи, совместимые с предыдущими, с черно-белыми Game Boy, делались в особой форме. Потому что там, как вы помните, у Game Boy такая задвижка, когда вы его включаете, чтобы этой задвижке было куда попадать. И чтобы она не упиралась в картридж. В целом, консольки чертовски приятные. Для своего времени так вообще супер. Жалко, тогда, конечно, мир смотрел в сторону 3D постепенно уже. И не сильно интересовался такими штуками. Думаю, даже в наше время такая консоль зашла бы лучше, чем тогда. К сожалению, выпущены они были только в Японии. И пока вспомнил, еще есть у них один неприятный момент. Все Wonderswony почему-то включаются с полным звуком. Вот я сейчас отрегулирую звук. Выключу его целиком. Выключаю консоль. Включаю снова. И звук опять на полную. Но кто ж так делает? Как включать консоль, когда дома все спят? Вечерком, в кроватке, под одеялом, с фонариком. Вот это вот все. Сразу, сразу вас запалят родители. В 2002 году вышла третья версия консоли, которая носит название Swan Crystal. И ее главное отличие это более современный по тем меркам экранчик. Это был TFT, LCD, экран. Честно говоря, не очень разбираюсь в технологиях экранов тех лет. Но по словам очевидцев, у кого консоль есть, на ней самый четкий экранчик. И играть на ней наиболее удобно из всех версий. Она такая приоритетная, но и более дорогая сегодня. Также у Swan Crystal немного изменен, снова немного изменен дизайн корпуса. Но ее, к сожалению, у меня в коллекции пока нет. Поэтому давайте к играм. Большинство моих игр для Wonderswan были куплены в поездке в Японию в 2019 году. И многие из них были настолько дешевыми, что из каждого буквально магазинчика ретро-игр, в котором я был, я выносил по одной и две игры для Wonderswan, потому что там были и игры по 300 рублей, и по 200, и даже по 100 рублей, представьте себе. И многие из них остаются настолько дешевыми и сегодня. Но некоторые, конечно, подорожали. В моей коллекции, кстати, тоже есть несколько экземпляров, которые сегодня стоят уже довольно дорого. Вот так на данный момент выглядит моя коллекция игр для Wonderswan. Всего здесь 28 игр. А за время жизни консолей для черно-белого Wonderswan выходило 109 игр, а для цветного 90 игр. Итого 199 игр. То есть у меня 28. Это примерно восьмая часть всей библиотеки Wonderswan и Wonderswan Color. Даже чуть-чуть больше. Сейчас буду вам показывать все коробочки здесь. Рассказать много чего о них у меня не будет, к сожалению. И даже название некоторых игр я не смогу сказать, потому что консоль, как я уже говорил, выходила только в Японии. Значит, в первом ряду у меня стоят игры для черно-белого Wonderswan. Там для Color. Есть парочку специзданий. В общем, думаю, будет интересно. Давайте начнем как раз вот с этой игры наведем фокус. Это я вам показывал. Rockman & Forte, Mega Man & Bass. К сожалению, многие игры Bandai просто лицензировала их названия и делала игры сама. Поэтому Mega Man и Rockman для Wonderswan получились не очень. К сожалению, если бы делала Capcom сама, думаю, получилось бы лучше. Это Gundam. У меня их довольно много всяких разных. Тут вот почему-то даже есть логотип. А, показалось, что 20-й век Фокс через камеру. Шрифт похож. А это Gundam 20 лет было. Ну, это, судя по всему, тактическая игра, которая в серии Gundam, в которых было очень много на самой разной консоль, даже на тот же Virtual Boy. Игра, которую я купил из-за коробки, потому что это кек, лол, это 2000-е воплоти. Игра называется Street Dancer. И какая-то танцевальная игра. Возможно, да, тут нужно как раз крутить экран во все стороны. Надо будет обязательно в нее поиграть. Знаменитая игра Gunpei. Эта игра отдавала должное создателю Game Boy, Вандерсвона Gunpei Yokoi. И он ее, насколько я понимаю, придумал. Этот пазл как раз-таки был придуман Gunpei Yokoi. И эту игру издали уже, соответственно, после его смерти. Здесь есть некий сюжет, который вырезали. Представляете, вырезали, когда игру переиздавали для Вандерсвона Color. Есть отдельная версия для Color. Я, по крайней мере, об этом слышал. Дальше снова, снова Gundam и очень красивая обложка. Напоминаю, что многие из этих игр покупались просто потому, что они супер дешевые и даже за 100-200 рублей включить игру и посмотреть на заставку, на красивый пиксель-арт, почему бы и нет. Уже неплохо. Пую-пую. Где-то я неправильно произнес название этой игры, мне это до сих пор припоминают. В черно-белом виде пую-пую это всегда смешно, но, тем не менее, погонять в эту серию я всегда рад. Кстати, судя по арту на обложке, это игра для Megadrive. Выходила, у меня где-то картридж даже валяется такой же японский. Так, что-то от Naxxad. Что-то казиношное, что ли? А, нет, смотрите, тут и гоночки есть, и что-то еще. Что-то еще. Это автомобили, они просто как автоматы в казино, такие цветные, что я даже их перепутал. Дальше здесь какой-то кис. Ну, как обычно, в Японии много игр новелл. Тут, кстати, вообще непонятно, что за геймплей. Может быть, это цифровой комикс, потому что для того же PC Engine есть игры цифровые комиксы, где вы просто наблюдаете красивый арт и слушаете диалоги персонажей. Это забавно. Ну, конечно, картинка хороша. Игра куплена, опять же, только из-за обложки. Ну, как можно не иметь в коллекции игру, на обложке которой жопа, волосатые подмышки, сопли и какой-то противный язык. О чем игра? Обязательно узнаю. Обязательно посмотрю. Смешной парень. Вот это топ, но вот еще одна игра куплена только ради кека. Есть такая популярная в Японии старая игровая серия Densha The Go про поезда, где вы машинист поезда и вы управляете поездом и большую часть геймплея вы просто наблюдаете пейзажи и едете вперед. И я когда увидел, что есть Densha The Go 2 причем для Wonderswan, для черно-белого, вы представляете, вы, это не геймплей, это просто картинки поездов. Вот геймплей. Вы просто едете на поезде, у вас маленький экран с полтора сотней пикселей и в черно-белом виде наблюдаете пейзажи. Это шикарно. Шикарно. Какая-то игра про Чукобо. Здесь могу сказать, что Square Soft очень хорошо поддержали Wonderswan, сделали много крутоты. У меня есть игры поинтереснее в коллекции, но они для колора, посмотрим обязательно. Так, вот, хорошая, недешевая игра это Clonoa, одна из лучших, наверное, игр для Wonderswan, по крайней мере, это платформер, понятный на любом языке, играбельный в любой стране, и это как минимум интересно. Дальше, что-то по Tekken, но не надо обольщаться и радоваться, потому что это ни хрена не файтинг, а какая-то дичь. По скриншотам выглядит, что это чуть ли не тактическая какая-то игра. В общем, много всего интересного было на таких консолях, как Wonderswan и Neo Geo Pocket. Это все еще предстоит изучать. Какая-то диджейская игра, мне этот парень очень напомнил одного из персонажей игры Jet Set Radio, которую я очень люблю теперь, и я ее купил. Кайфово, кстати, выглядит. Здесь арт, здесь фото реальной вертушки, сочетание прикольное. Это какая-то ритм-игра, я полагаю. Я полагаю, какая-то ритм-игра. Так, и здесь мы добрались до спец издания, гандамы, разница вот такая вот в размере с обычными коробками, потому что внутри находится аксессуар. Это бандл с аксессуаром Wonder Wave, как раз-таки здесь Wonder Wave написано, вот здесь нарисованы пиктограммы, с какими штуками совместима эта игра. Wonder Wave это штука для беспроводного соединения вандерсвонов, передачи данных, мультиплеера и всего такого. А также с помощью Wonder Wave вы можете соединяться с Pocket Station. Вы удивитесь, где у меня там были как раз гандамы. Здесь можно увидеть, это те самые гандамы, которые работают на Calori и черно-белом Wonder Swan. Вот здесь вы можете увидеть картинку, то, что с помощью Wonder Wave можно соединяться с PlayStation Pocket Station. это карта Pabity, которая имеет экран, кнопки и только в Японии также была выпущена. В общем, консоли разных компаний соединяются и работают вместе. Вы такое можете себе представить, а я могу. И это не единичный случай в индустрии. Об этом мне тоже однажды очень хотелось бы вам рассказать. И также здесь есть надпись Wonder Gate. Это вообще, насколько я помню, возможность подключения этой игры с помощью специального аксессуара. Пиктограмма есть к мобильному телефону. И опять же, если я не ошибаюсь, посредством телефона есть такой определенный выход в онлайн какой-то через сотовую сеть. И какие-то опять же фичи в этой игре срабатывают. Ну, в общем, Япония двухтысячных это просто будущее было. Передовое, передовые технологии, которых не было в остальном мире. Переходим к играм для Wonders One Color. В таком они у меня количестве. Давайте в этот раз начнем отсюда. Спец создания оставим напоследок. Ну, это мистер дриллер. Его я вам уже показывал. Также можно опять же из этого списка убрать гандамов, которые в которых мы даже уже поиграли. запустили. Игрушка по One Piece. Насколько я помню, она у меня не одна. И это какой-то Adventure с видом сверху или даже JRPG. Их много тогда на разные консоли выходило. Кинекумен, насколько я помню, или Кинекуман называется. Вот эта серия игр про рестлинг. Одна из них была на Денди, на Фомикоме, и многие из нас в детстве играли в Кинекумена и помнят этого парня. Смешной, веселый, такой комичный рестлинг. Так, пошла тяжелая артиллерия. Final Fantasy и Final Fantasy 2. Также есть четвертая финалка, и это одни из самых первых ремейков этих игр, потому что выглядят они замечательно. На Wonderswan это не просто порт NES-овских игр, у них очень сильно причёсана графика. Выходили бандлы Wonderswan в белой раскраске, Final Fantasy Edition вместе с игрой. Их было продано огромное количество, и Squaresoft на самом деле молодцы, они помогли Bandai очень хорошо забустить продажи своими тайтлами, продажи консолей Wonderswan. Дальше у меня есть что-то... А, это, кстати, тоже что-то из Гандамов, вы не поверите. Очень много Гандамов. Вот. Тут тоже непонятно что за геймплей, потому что может быть это тоже новелла. Тоже будет интересно запустить наконец и посмотреть. Та самая необычная игра, которую упоминают во всех топах игр для Wonderswan, потому что это та самая игра, которую надо играть диагонально. У неё очень необычная упаковочка такая оказалась. Вот, видите, экранчик диагонально. Очень необычная упаковка и необычное содержание. здесь вот эти скучные неинтересные бумажки. Здесь игра. Давайте покажу. Здесь игра, и помимо этого вот здесь находится не мануал, ну, возможно, это, кстати, инструкция к игре, и всё. А какие-то карты? Карты непонятные. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и А. Ну, в общем, такая вот штука. Это ритм игра. Там надо бежать девочкой, пинать всякие штуки, которые у неё на пути. Не все с ней могут разобраться, но те, кто разобрались, обычно очень хвалят. И здесь мы видим ещё одну необычную упаковку. если мы сравним с играми для Wonderswan Color, увидим разницу. Дело в том, что когда вышла третья модель Wonderswan Crystal, упаковки для игр стали вот такими. Появился несколько другой брендинг. Вот здесь начали писать Swan Crystal, здесь Wonderswan Color. Конечно же, эти игры подходят ко всем Wonderswan Color и Wonderswan Crystal, потому что консоль-то технически одна и та же. но вот они решили поменять брендинг, не знаю, на что надеялись. И в какой-то момент игры выходили уже вот в таких коробках. Ещё один One Piece, как я вам говорил, здесь уже скорее всего это Fighting. Да, это Fighting. Довольно неплохой кстати Fighting, в него я играл. Хорошая игра для Wonderswan. Далее это Rockman XZ Wonderswan. Ещё одна недешёвая игра в коллекции, но снова не суперская. К сожалению, опять делали Bandai, а не Capcom. Очень жаль. Front Mission. Ещё одна игра от Square Soft, знаменитая тактическая игра, причём в неё вполне можно погонять на Wonderswan не зная японского языка, потому что все менюшки здесь, тут даже если я приближу камеру, не будет видно такие скриншоты. Ну давайте ради смеха я вам покажу. Многие скриншоты сзади этих обложек, они честно говоря просто ужасные. Они какие-то мутные, они непонятные, ничего не разглядеть. Ну можно разглядеть, что здесь есть английский язык, но вот реально столько игр с мутными скриншотами. Вот, у этого Текена, например, смотрите, какое всё мутное. Невозможно вообще, по-моему, понять, что в этой игре надо делать, и что происходит. Ну ладно, Джин, Яшимицу есть, но почему всё такое мутное? Окей, Front Mission это кайф, обязательно погоняю на Wonderswan, интересно, как тактика будет выглядеть на этой консоли. И опять же что-то, вот это вот мне что-то совершенно непонятное, но опять же очень красивое по скриншотам. Снова мутное, но красивое. И особенный лот нашей сегодняшней передачи игра, которая называется With You и какое-то количество иероглифов. это брал по-моему на аукционах через Zen Market почтой соответственно пока попалось недорого. Это скорее всего какой-нибудь дейтинг-сим или новелла, но тут комплектация, комплектация, которая просто не может не заинтересовать, потому что помимо игры и бумаг здесь целая мать его коллекционная фигурка, даже есть какая-то открытка, коллекционная фигурка, которая собирается из частей, которую я скорее всего никогда в своей жизни не распакую и не соберу. А она по крайней мере по частям достается без разрывания пакетов. Ну в общем вот такая вот дама с раздельными волосами. Вот здесь на обложке указано то, что фигурка идет в ва-ва-ва-ва в комплекте. Вроде не похоже ни на эту, ни на эту. Черт ее знает. Еще еще что-то прилетело. Бантик прилетел. Вот такая вот у меня коллекция игр для Вандерсвон. Если вы меня спросите, какие игры у меня самые раритетные и дорогие в коллекции на данный момент, я не помню за сколько это все покупалось, потому что это было не вчера, а смотрел я по ценам на сегодняшний день, то на сегодня три самых дорогих игры. У меня это Rockman and Forte на ebay сейчас стоит около 100 долларов. Это Clonoa, которое на ebay стоит около 175 долларов, но в чуть лучшем состоянии, без вот такой вот задирочки бы она настолько стоила, но так может быть 150. И Rockman and Forte самая раритетная из моих игр на данный момент стоит аж я прифидел 300 долларов на сегодняшний день. А теперь мне все это собирать обратно. Мои игры для Вандерсвон это как раз таки та область моей коллекции, в которую я на данный момент практически не играл. Вот как раз сейчас добрался ознакомиться. Во многие игры из библиотеки Вандерсвон кстати можно играть без знания японского языка. Где-то все менюшки на английском и этого вполне хватает. И также есть и фанатские переводы игр в интернете. Короче я собираюсь познакомиться с Вандерсвон поближе и специально начал с вот такого вот обзорного ролика чтобы показать вам что из себя представляла консоль в конце 90-х начале 2000-х. Это будет полезно для понимания платформ особенно для тех кто захочет поиграть на эмуляторах чтобы не возникало вопросах о версиях консоли об играх которые поддерживают и цветную и не цветную версию ну и почему вдруг экран периодически переворачивается туда-сюда. У меня уже на подходе флеш-картридж для Вандерсвон мне удалось его добыть просто невероятным трудом а также я собираюсь ставить современный экран с подсветкой на одну из своих консолей модификация там очень простая особо много про нее не расскажешь поэтому пишите какие игры для Вандерсвон вас заинтересовали больше всего и я в них так хорошенько поиграю и когда буду готов запишу второй ролик в котором расскажу сразу про все и про мод экрана и про наиболее интересные игры для Вандерсвон спасибо вам огромное за просмотр лайки и комментарии приветствуются и спасибо всем кто поддерживает мою деятельность я напоминаю что на бусти и на патреон можно поддержать то что я делаю сейчас это критически важно увидимся с вами в следующих роликах надеюсь у вас и у меня все будет хорошо пока наиболее Субтитры создавал DimaTorzok